Дорогие земляки, уважаемые друзья и товарищи, когда Жукова, одного из самых талантливых полководцев, спросили, какие три главных события больше всего сплотили советский народ и настроили его на победу, он сказал, таких событий было три. Это прежде всего речь Сталина в начале войны, когда он сказал, братья и сестры, обращаясь к народам Союза, враг будет разбит, наше дело правое, мы обязательно победим. Вторым событием была демонстрация 7 ноября 1941 года, когда 30 тысяч войск, а фашисты стояли уже у стен Москвы, прошли через Красную площадь, продемонстрируя всему миру решительность победить самые черные злые силы на планете. Фашисты расколотили хваленную Европу за считанные месяцы и послы всех стран мира вдруг увидели гордую Красную армию, самую современную технику, способную сокрушить злобного врага. И третьим событием был салют в честь Орла и Белграда, где, когда здесь, на Великой Русской равнине, между Орлом и Белградом, на фронте почти полторы тысячи километров, сломали хребет фашистскому зверю, и вопрос о водружении Красного стяга победы, знамени Октября над Рейстагом, стал вопросом времени. Я горжусь, что я родился на Орловщине. Я впитал соки великих литераторов, чудных подвижников и классных преподавателей и учителей. Я хочу вам в этот праздничный день сказать свое искреннее спасибо, поблагодарить за поддержку и внимание, и горжусь своей Родиной втройне, потому что она не выбросила даже в самые суровые времена ни одной страницы из своей истории. Запомните, особенно молодые, не бывает безымянной истории у народа. Без князя Владимира, который крестил Русь, без Ивана Грозного, который создал великое русское государство, крестясь на царство в 16 лет и через 10 лет заявил, что наша держава больше всех на ту пору существующих стран Европы, без Петра Великого, без Александра Третьего, Владимира Ульянова и Осипа Сталина нет нашего великого государства. Сегодня в мире более 200 государств. Ну а на двух руках можно пересчитать те страны, которые имеют тысячелетнюю историю. На одной руке те страны, которые создали все виды научного и культурно-технического творчества, мы входим в этот ряд. Всего две страны в мире, Россия и Англия, за 500 лет не терялись своего саворитета. И лишь одна страна наша вынуждена была за тысячу лет 700 лет провести в боях и походах, отставив свою правду, веру, язык, культуру и традиции. Все враги, которые шли с юга на Москву, все споткнулись о нашем мужестве, о нашу верность, верность государственности, русскому языку и нашим самым выдающимся традициям. Я благодарю Орел, который водрузил Красное Знамя, на котором написано за Родину, за Сталина. Его не снимал ни один год, как бы тяжело ни было. Благодарю тех, кто поставил комсомольско-пионерский пост, а Иван Христофор и Баграмян, командующий войсками, освобожающий Орел, тогда зажигал вечный огонь. Ни на один день не тушили этот огонь, и он, как лампада, сегодня зареет свет нам, свет патриотизма и дружбы народа. Я уверен, что мы преодолеем и новые трудности. Но глядя, как натовцы брицают оружием, как киево-бандеровцы правят бал, как террористы, по сути дела, разрушают под руководством СРУшников целое государство, мы должны впитать все лучшее из героико-патриотической традиции Орловских земель всей нашей могучей тысячелетней державы. Тогда придут новые победы, тогда увереннее будем смотреть в будущее. С праздником, с юбилеем!